друзья всем привет меня зовут Ольга Прилуцкая вы на канале вязание это модно в сегодняшнем видео поговорим о вязании жаккарда крючком это будет жаккард связанный обратно поворотными рядами по кругу я покажу вам свой процесс расскажу немножко об узоре и покажу технику выполнения такого жаккарда если вам это интересно то оставайтесь со мной если вам интересно только сама техника выполнения такого жаккарда то сейчас вот здесь вот на экранчике я поставлю минуты и секунды видео с какого момента начинается это в данном видео вы можете отмотать и начать смотреть только технику если вам не интересно болтология я же немножко сначала хочу поговорить потому что показывать сухую технику можно в двух трех минутном видео друзья делаем вот так и все мне это немного как бы не интересно я хотела бы рассказать совсем кратко предысторию своего увлечения этой техникой она началась около 10 лет назад я увидела такую изделие связанные такой техникой в одноклассниках я тогда вступила в группу мой сад моя душа я начинала очень серьезно увлекаться садом это был 2008 год у нас была такая участница в группе она сейчас есть ее зовут елена щетинина она живет в прекрасном сибирском городе енисейске и она вязала крючком в этой технике круглые коврики это было что-то я когда в первый раз увидела ее работы я была поражена и именно этими круглыми ковриками я тогда и заразилась хочу сказать что вязание обратно поворотными рядами в прямом прямое полотно крючком в такой технике это гораздо проще чем вязание по кругу потому что вы сами понимаете друзья что когда ты вяжешь по кругу тебе необходимо увеличивать количество столбиков в ряду а когда ты привязан к узору я сейчас вот здесь вот на экранчике вам покажу с чего я начала вязать такие коврики вот я попробовала такие цветочки включить в круглый свой коврик это двусторонний был у меня такой же карту из цветочки были видны и стоит другой стороны а потом я уже попробовала связать более серьезное я поискал фотографии я много вязала таких ковриков но сейчас к сожалению смогла найти только вот эту фотографию я применяла разные узоры и скажу вам честно что сама их придумывать я не умела я подсматривала что-то в интернете что-то брала у и у елены но естественно с фотографией вот прямо от столбик в столбик ты срисовать не можешь ты берешь только ну примерный какой-то узор а потом уже сам начинаешь рассчитывать его для круглого столбика и просчитывать все эти прибавки это немного сложно мы сегодня друзья поговорим совсем о другом вязание жаккарда это вязание это прямое вязание без всяких прибавок и убавок конкретно я вяжу наволочку на подушку у меня есть такая довольно таки рыхлая подушечка 50 на 50 сантиметров для которой я хотела бы связать наволочку наволочка у меня сейчас получается вот я перед тем как вам показать замеряла она у меня получается 41 сантиметр подушечка суда убьется плотненько набьется и будет то что мне нужно на диван вижу я из пряжи вижу есть пряжи я нарт джинс плюс пряжа всем довольно таки известные характеристики это полухлопок сейчас поставлю для вас сюда картиночку этой пряжи напишу и и и метраж для вязания я взяла два цвета это молочный и шоколадный и крючок 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 номер пять с половиной что я сделала дальше дальше в интернете в пинтерест я нашла узорчик этот узор был вот такого плана я его вычертила для себя один к одному получилось что здесь квадрат 14 на 14 14 петель и 14 рядов я попробовала воплотить этот узорчик на образце чтобы просчитать свою плотность и увидела что этот узорчик для вязания наволочки он мелковат поэтому я его увеличила увеличила я его ровно в два раза если вы хотите увеличить узор то у меня есть видео на канале я вам оставлю на него ссылочку или вы можете найти у меня его в плейлисте математика и вязание проходите в плейлист и в раздел плейлист и дальше находите математика и вязание и там будет как увеличить раппорт узора там я все рассказываю подробно здесь у меня квадрат уже превратился в квадрат 28 на 28 по своей плотности вязания я решила что у меня будет восемь таких рапортов я просчитала значит четыре вот таких рапорта то есть я набирала первую воздушную цепочку состоящую из 112 петель а теперь по поводу самой техники выполнения ее удобно делать на ровной поверхности это сидя за столом либо на коленях положив что-то такое плоское себе на колени я вижу 18 ряд узоров четных рядах у меня идет повтор узора поэтому мне здесь вам удобно показать светлые столбики у меня идут над светлыми темные над темными клубки светлые темные у меня разложены так сбоку от меня с левой стороны почему рассказываю так подробно потому что вот этот жаккард он приносит в вязание некоторую нервозность когда нити начинают путаться у меня никакой путаницы нити нет светлая нить всегда лежит здесь темная нить лежит здесь и они между собой не перекрещиваются за этим я прямо слежу в процессе вязания и вам рекомендую делать это сразу чтобы после провязывания какого-то количества петель или рапортов вам не приходилось постоянно раскручивать эти и распутывать клубки которые переплелись между собой особенно это актуально когда идет не не просто два цвета например три или четыре цвета вы также можете контролировать постоянно свою работу и делать ее максимально комфортной и так у меня сейчас идут светлые светлые столбики темную нить я протягиваю просто по полотну и обвязываю ее то есть я ввожу крючок в петлю так чтобы вот это не темного цвета у меня оказалось как бы на работе подхватываю светлую и провязываю столбик темная у меня ушла в столбик она там внутри опять она лежит видите на петле опять подхватываю светлую провязываю на взгляд многих я держу крючок неправильно но друзья так меня научили так мне удобно переучиваться точно не буду если нужно сделать вот такое движение в сторону вообще я контролирую вот здесь вот наличие темной нити если я вижу что она здесь показалось что видна какая-то петелька вы сейчас попробуем показать если я вижу что какая-то вот здесь появилась темная петелька то я делаю вот такое движение темной нити влево чтобы эта петля ушла у меня остался последний светлый столбик как я его провязываю я ввожу крючок вытаскиваю на него светлую нить все теперь мне нужно сделать смену цвета последний столбик в таком вязании заканчивается нитью другого цвета нитью следующего цвета я отбрасываю светлую нить смотрю чтобы вот здесь вот у меня сейчас не было никаких перекрещивание вот у меня светло нить вот у меня темная нить я делаю смену нити таким образом чтобы перекрещивание не было то есть я не беру вот так темную нить я беру ее вот так я четко вижу что у меня нити идут без перекрещивания светлую я зажимаю я ее прокладываю по вязанию вот так а темной нитью я заканчиваю этот столбик то есть последнюю петлю этого столбика я провязываю темной нитью некоторую расхлябанность светлого столбика я ликвидирую просто подтягиванием светлой нити движением в левой вот так когда я все это делаю в процессе вязания все это делается очень быстро и на это конечно не тратится столько времени сколько я вам сейчас это все показываю теперь у меня прокладываться будет светлая нить а вести вязание я буду темной нитью вот я провязываю первый столбик темной нитью теперь мне нужно связать второй столбик а дальше пойдет снова светлый поэтому я начинаю темной нитью вот я сделала две петли на крючок а закончить мне нужно светлой я подхватываю светлую нить но я смотрю как мне ее подхватить вот так вот у меня сейчас лежат нити как мне сейчас подхватить светлую нить да вот так надо темную вести туда а сюда взять светлую вот таким образом перекрещивание будет одиночная и я его ликвидирую в следующем в следующей смене то есть я не допущу многократного перекрещивания продолжим прошу прощения меня слегка отвлекли и так я подхватываю светлую нить делаю петлю и некоторую расхлябанность вот этого темного столбика я ликвидирую движением нити влево дальше у меня идут светлые столбики их тут довольно таки много штук десять давайте их провяжу без вас а вернусь когда будет смена нити можно повязать вместе чтобы показать вам если вы еще не опытная рукодельница то возможно контролировать вот эту темную нить обвязывать ее вот туда вовнутрь у вас не очень получится сразу с первого раза она у вас будет расхлябана и и вот так вот будет не здесь вот немножко видно среди этих столбиков то вы всегда можете вот таким вот движением просто такие и и сюда подтянуть вот я подхожу к темному цвету не остался один столбик светлый я вытягиваю нить на крючок и сейчас вот про смену цвета вот как сейчас выглядит мои нити вот вот так видите вот так их перекрещивание больше там перекрещивания дальше не дальше клубки разложены один слева один справа вот здесь вот я это перекрещивание постоянно контролирую чтобы у меня вот здесь вот не начиналось огромной путаницы то есть где-то я раскладываю нить так где-то так ликвидируя вот это перекрещивание сейчас я вижу что мне чтобы от него избавиться нужно бы подхватить темную нить вот таким образом то есть взять ее вот здесь тогда у меня это перекрещивание полностью идет вот смотрите я сейчас беру темную нить вот так видите у меня нити вот так вот раскладываются и полностью ликвидируется все перекрещивание вся путаница нити я так ее и беру сейчас беру вот так темную нить провязываю этот последний столбик слегка подтягиваю здесь даже не нужно ничего подтягивать и вижу темные их 2 1 и 2 темный 2 темные я довязываю уже светлой нитью вот эту темную я перевожу сюда чтобы не было перекрещивания если сейчас возьму вот сюда вот так белую у меня вот здесь начинают образовываться перекрещивание можно один раз взять так но тогда его нужно будет ликвидировать в следующей смене цвета это все у меня проход происходит по ходу вязания сейчас я возьму эту нитку вот так возьму темную вот так и у меня эти нити разойдутся в стороны точнее говоря мне сейчас нужно взять светлую светлую я возьму светлую я возьму вот так вот так возьму светлую у меня опять здесь нити пойдут в разные стороны так как они должны идти я посмотрела посмотрела на пол клубки лежат на полу чтобы это действительно было точно точно у меня темная лежит здесь с этой стороны светлая лежит там вот я беру светлую нить вот таким образом чтобы у меня никакого дальше перекрещивания нити не было и вяжу уже светлой нитью но мне вот так вот вязать проще подтягиваю нить и дальше перехожу на светлое вязание поэтому специальных вот каких-то точных перекрещиваний я не делаю а только контролю чтобы у меня постоянно два цвета расходились в две стороны и чтобы мне не приходилось потом распутывать клубки когда они уже это этих перекрещиваний накопилось целая куча вот сейчас у меня снова смена цвета и я бросаю светлый цвет уже просто а беру темный и у меня никакого перекрещивания точно нету беру темный провязываю светло видите как расхлябывается потому что я просто бросила нить я его подтягиваю белую нить пропускаю и начинаю вязать темный дальше момент стыка полотна я все еще в обратно поворотном вязании в поиске идеального стыка полотна мне кажется что я его еще не нашла в столбиках без накида поэтому стык полотна у меня выглядит не очень и я бы не стала вам рекомендовать рекомендовать делать это так как делаю я я вам покажу как это у меня а вы уже смотрите сами возможно вы как-то приспособить и сделать это или уже знаете как делать этот стык чтобы вязание выглядело поровнее у меня этот стык выглядит вот следующим образом и это изнаночная сторона работы вот видите у меня здесь присоединение другого цвета это изнаночная сторона работы на лицевой стороне не лучше не лучше ну хотя чуть-чуть я сейчас вытяну петлю чтобы она не запуталась точнее говоря не распустилась ну вот так выглядит по лицу мне не критично но это я вам скажу не идеально и я пробовала вот на этом участке несколько вариантов то есть у меня сначала один вариант потом другой потом 3 то есть я пробовала несколько вариантов где-то вот где стык попал на один и тот же цвет вот допустим вот три ряда стык был на коричневом цвете то есть вот и с этой стороны коричневый цвет и с этой стороны коричневый цвет здесь не стык нравится даже очень а вот где он попал стык ровно на смену цвета вот смотрите вот здесь шов и здесь ровно смена цвета светлого и темного здесь здесь честно говоря не очень вот как то так и так так тут я вижу светлым цветом темный я чуть-чуть подтягиваю довязываю светлым сейчас я посмотрю по узору сколько у меня тут точно должно быть столбиков мне должно быть 4 светлых столбика так она и выходит вот это 1 2 вот это 3 и вот этот последний четвертый я его провязываю и замыкаю вязание в круг с этой стороны мне 6 столбиков 1 2 3 4 5 6 и вот так вот я замыкаю вязание в круг такой соединительной петлей и поворачиваю на лицевую сторону здесь я вяжу обратно поворотными рядами почему не вижу по спирали по спирали мне не нравится идет смещение узора и выглядит некрасиво так что у меня по узору дальше у меня два светлых столбика и два темных а вот здесь вот при подъеме у меня лично проблема с тем чтобы спрятать вот второй как бы цвет нити здесь я нити опять же располагаю так чтобы они у меня не перекрещивались я всегда помню что темное у меня лежит здесь светлое у меня лежит здесь так мне и нужно развести и вот это перекрещивание вот это перекрещивание нити я ликвидирую сдвинув его вот в ту сторону вот спрятав его вот здесь они они выводят они отпуская его на свободу и не оставляя его вот вот здесь потому что здесь эти перекрещивания будут копиться и копиться и потом повторюсь опять нужно будет опять нужно будет распутывать нить поэтому вот это перекрещивание я прячу здесь подъемный столбик и два светлых столбика 1 2 вот что у меня здесь и происходит вот это вот темная нитка ее видно я пыталась как-то уводить и он на изнанку но в итоге у меня не очень хорошо это получилось поэтому вот вот эту вот проблему стыка вот здесь вот я еще не очень хорошо решила да кстати я неправильно связала вот этот вот столбик его нужно было закончить уже темной нитью потому что у меня здесь смена цветов светлый я бросаю и провязываю темный светлый чуть-чуть подтягиваю и вяжу два столбика темной нитью дальше у меня идет светлой поэтому я заканчиваю этот столбик светлый и опять беру нити так чтобы у меня они были разведены в разные стороны ну вот так друзья спрячем к этот шов так что еще могу сказать ведь можно было этот шов сделать именно швом то есть вязать это полотно ну вот так вот в раскладку вы поняли я сейчас его вяжу по кругу а можно было вязать его просто прямоугольником и когда этот прямоугольник был бы готов тогда сложить его и выполнить шов например либо иголкой либо тем же крючком возможно этот вариант даже выглядел бы лучше например но мне захотелось сделать так если я когда-нибудь буду вязать полотном прямоугольным а затем сшивать то тоже покажу вам обязательно что у меня получилось процесс у меня как-то отложился из-за того что я вязала свой точнее говоря кардиган для дочери у меня уже на него вышла вышли все видео на канале кардиган получился очень красивым я сейчас здесь поставлю фотографию если вам интересна такая моделька обязательно посмотрите все мои видео я думаю что вы сможете связать себе такой кардиганчик а по жаккарду крючком у меня на этом сегодня все чем я хотела бы с вами поделиться если у меня будут еще в процессе вязания какие-то какие-то фишечки то я обязательно ими с вами поделюсь на этом все всем пока с вами была ольга прилуцкая до новых встреч пока пока пишите комментарии ставьте лайки и дизлайки всем им я безумно рада всем обязательно отвечу пока